Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Ставьте прямо сейчас лайк авансом и мы начинаем. Я сейчас приехал в Бус Моторс. Здесь парни по полной программе делают лавров. У нас остается не так много времени. У нас остается всего лишь 5 дней до соревнований, на которых мы должны присутствовать. Это соревнование это Город Драйв Дрифт Челлендж от Дрифт Мацури, на которых мы должны быть вместе с командой UKADV Pro Racing Team и вместе, конечно же, с лавров. Поэтому парни тут все силы пустили на то, чтобы максимально дособрать. Мы постоянно встречаемся с какими-то, ну, преградами, как вы уже поняли, но все у нас идет нормально. Со всем справляемся. Встретились с еще одной проблемой из-за того, что у нас блок. Это какой изначальный блок? Короче, трамблерный, да? Да. 2GZ. У него, во-первых, не было UVTi, выхода на UVTi. Во-вторых, у него лапы, они много другие, потому что UVTi 1G и 2VTi, у них расположение по лапам двигателя одинаковое. А у, ну, можно сказать, TT-шного другое. Поэтому здесь Георгий колдует, кастомит немного другую опору двигателя. У нас опоры на лонжеронах стоят. Также подачу на UVTi тоже будут брать стройника. Мотор-оброс топливной рейкой, форсунками. Перед этим форсунки проливались у Семена. С ними все в порядке. Здесь у нас Сергей. Он делает бачки интеркулера нашего. По красоте бачки получаются. Ребята здесь уже приделали гейт. Для этого они приварили часть отвода, потому что у гейта идет часть отвода. Именно в левле его еще приваривали. И часть отвода надо уже самому делать, уже по расположению гейта под капотом. Вот так вот гейт будет расположен. Мы пришли в зону кастома и сварки. А.к. уголок Сергей Бусмотрс. И Серега тут сварил шедевр. Это у нас бачок. Зацените швы. Красота. Постарался. Здесь будет варен пайп, естественно. И, я так понимаю, это разделитель потоков. Тот самый. А почему он идет на половину? Меньше, чем на половину. Даже меньше, точнее. Ну, потому что здесь низ больше, чем вверх. И хотелось разделить вот так. Потому что вниз, чтобы воздух больше уходил, чем наверх. Хорошая тема. Чтобы равное количество было. Она работает, тема? Как думаешь? Мне кажется, да. Проверим. Проверим. Я думаю, что работает. Мне вообще интересна температура впуска с этим интеркулером. Что-то изменится, либо нет. Очень интересно, есть ли вообще смысл в нем или нет. Это на самом деле сложно померить, потому что у нас другой мотор. У нас нагрузки будут 100% больше сейчас. Мощности больше. Ну да. Если она будет сейчас меньше, чем была, при большей мощности, тогда точно работает. Ну да, кстати, да. Кстати, бачки, смотрите, из каких заготовок делаются. Это макетные? Их не используют. Вот так их нам вырезают. Один хороший человечек. Серега загибает, все сваривает. Не, не, это макет. Я ничего не загибаю. Мне приходят загнутые. А, тебе уже загнутые, да? Такие кронштейны делаются. Просто вот красота. Вот обратите внимание. А вот, смотри, смотри, где ты делаешь. Просто красота. И вот еще диффузор маслокулера сделали. Просто вот заводское изделие. Респект. Вот еще приварили на новый маслокулер. Можно на кронштейнике регулировать угол наклона. Вау. Это стиль. Здесь к нам приехал человек. Саня зовут. Помогать с проводкой. Вот сегодня полвечера здесь и занимается. Потихоньку. Мы в этот раз решили, так как сроки очень сжатые. Из-за того, что не получилось там у нас сделать проводку с нуля. Если бы к Сане обратились с самого начала, он бы нам сделал. Но сейчас уже сроки очень сжатые. Это типа два дня. Поэтому сегодня закупили все разъемы недостающие. Взорвали косу всю. Здесь были оплавленные провода. Здесь была вот такая тема, представляете, на катушке. Все провода были срочены обжимом. Что не есть, в принципе, хорошо. Короче, не хватило длины проводов, видимо. И их просто пережали. Так на катушке, конечно, нельзя делать. В общем, да, из-за того, что вскрыли всю косу, посмотрели какие-то вещи, которые реально испорченные. Все, что испорчено, исправляется. И делается новая часть именно по катушкам. В любом случае, это все временное решение. Когда у нас будет чуть больше времени, мы сплетем косу по милспеку, используя наши российские авиационные провода, проходной разъем СНЦ. И, собственно, Серега все это заснимет. И, наверное, выпустим какую-нибудь отдельную серию, посвященную именно моторной косе. Это будет круто, если здесь будет появиться коса. Сейчас как раз замерят все размеры. Проверенно будет плестись моторная коса другая, качественная. Ну, а эту сейчас сделаем, чтобы она адекватно работала. Самая главная задача исправить все косяки и, соответственно, сделать нормальное питание катушек, которое было здесь ненормальное. Так, в целом, все. Она, на самом деле, там, ну, впрямую, она как бы мозг не делала мне и всем остальным. Посвенно, возможно. Поэтому мы меняем. Ребята, у нас следующий день. И сегодня у меня день, посвященный сливе. Я сейчас отвез тундру в БГТ. Там надо исправить кое-какие моменты, когда вот в прошлый раз давным-давно зимой снимали торпеду. Там один диффузор. Короче, видимо, как-то не так установлен. И поэтому с ног там всегда дуло горячим. Ребята исправят. Просто ждали, пока мастер выйдет. И там надо плотно залезть, так сказать, на пару дней и исправить этот момент. Поэтому я сейчас, наконец-таки, отдал тундру. Но без тундры фигово. Вы знаете, прекрасно, потому что я каждый день вожу какой-то зип, запчасти, еще что-то, колеса. Поэтому буду передвигаться на сливе. Других у меня вариантов нету. Поэтому сегодня день с Сильвией. Мы ее приготовим к тому, чтобы на ней попередвигаться, покататься, поездить. До мойки съездить, сами знаете, важно. Привез сегодня четыре покрышки из гаража. Точнее, две покрышки и два колеса на покрышках. Сейчас поменяю. Потому что здесь как-то странно. Вроде была, а вроде и нету резины. И, конечно же, надо помыть. Ну вот, что мы имеем. Как так вышло? До корда стерлись. Колеса поставил, накинул проставок. Ну так, чтобы хоть как-то смотрелись. Зеленые, правда, я не знаю, идут сливи или нет. Семен, привет. Да, привет. Мы тут смотрим логи. Я вчера... На Бустафе катался. Да, на Бустафе. Ну я не катался, до мойки доехал. Ну да, да. Смотрим логи с мойки. На всякий случай решил проверить. Колеса загрузил. Семен накрутил небольшие, по моей просьбе, отстрельчики после 4 тысяч. Сейчас заценим. Это типа попкорна или отстрелов именно? Ну это такой, да. Типа попкорна, но достаточно жесткая штука. Как у Ромы на Sky. Жесткая? Ну, ты слышал, да? Да, у него жесткая. Вот такая же штука. Но у тебя банка стоит, будет потише чуть-чуть. Да, кстати, банка глушит, потому что стиль очень даже стритовая. Она такая тихая, пипец. Едешь в туннели, думаешь, сейчас вообще ничего не слышишь. От такой машины, конечно, хочешь звука. Почему? Потому что она не на каждый день. Ты выезжаешь просто до мойки, хочешь слышать звуки. Все в порядке, даже масло не отливает. Вот они, стритовые тачки. Понятно, круто. Это хорошо. Тут куча вещей, короче. Смесь в нагрузке 12,1. Шляпа из сауны. Сколько? 12,1, 12,3. Ну вот на... В нагрузке? Да, в 0,7. А, в 0,7 надува. Да. Это даже чуть-чуть богаче таргета на 0,01 по лямбде. А вот этот, что за кнопку? Почему она выдвигает это, типа... Нет, это инжектор с DC. А, я понял. Кнок будет розовым, и он, видишь, 0. Кнока не было. Ну да, там на буст-тофе. Я вчера реально на буст-тофе прокатился. До мойки. В целом, ничего, даже насос топливный качает, никаких просадок. Ну, она на полном бусте ехать. Ну да, я сегодня прокачусь. Сколько у нас полный буст мы тогда накидали. Она на всех режимах будет делать бам-бам-бам? А можно заложить на какой-то один режим или нет? Да, конечно, можно. О, красава! Сейчас еду, хлопки, вообще норм. Слышите? Не знаю, слышно или нет, но у меня слышно неплохо. А я доехал до развала. Наконец-то нашел время все-таки приехать на развал и сделать все калибровки, которые надо, потому что после того, как я дропнул сливу, я на развале еще не был. А дропнул я на сантиметров 7 ее тогда. Скорее всего, там что-то ушло. Мне вот очень интересно проверить, потому что вот я катался, в принципе, руль прямо стоит, машину никуда не ведет. Но в рулежке чувствуется, что, возможно, надо подраскрыть колеса. Сейчас посмотрим, так это или нет, или мне кажется. Ну, как обычно, на нашем любимом развале сегодня дядя Дима нас принимает. Сейчас все настроим. У нас получилось, что колеса слишком раскрыты, да? Передние вот так. Задние минус, значит, тоже подраскрыты. Мы задние будем немножечко делать вот так. Передние мы немножечко сделаем так. Развал мы подобьем под этот. А кастры мы подобьем, я думаю, ну, под этот. Все, развал готов. Все быстро, качественно. Станционный поселок 12. Вот аккаунт. Можно позвонить. Лучше позвонить. Записаться и сделать развал на любую тачку. Все, осталось забрать колеса с шинки. Поставить нормальные диски назад. Я хотел еще поворотники сегодня приделать. У меня есть поворотники уже давно, так, кому-то надо. Надо просто их клеить нормально. Зазоры, к сожалению, ну, уходят потихонечку. Потому что переднему бамперу достается постоянно. Я домчал до 125 стайл. Сняли колеса с сильвии. Здесь небольшой курьез, так сказать. Поставил в эслейки новые. А они люто просто трут. Либо они чуть шире, чем ахиллесы были. Хотя ахиллесы были тоже 235-е. Либо еще что-то. Здесь просто газ нажимаешь, отсюда прям дым. Поэтому я решил чуть-чуть приподнять машину на сантим. Там как раз она слишком глубоко упала. Прямо вот сюда. Прямо вот сюда упала. Также мы тут исправляем кое-какие моменты с резинкой стекла заднего. Она немного отклеилась. Сейчас Даня там сделает. И вставим поворотники. Клеим точнее их. Чтобы не улетели. А еще тут вот такая встреча, ребят. SX, слива. Это кайф. Здесь есть кое-какие доделочки. Зацените задний бампер. Диффузор теперь черный. Как надо. В SX-е-то я кое-что не заметил. Ребята поставили сток стекла. Но пока временно. Я хочу сделать пластиковые стекла со стеклоподъемниками. Потом они стекло это снимут. Вырежут пластик. И будет у меня пластиковое стекло со стеклоподъемником. Сделать решил стеклоподъемнички. Чтобы по кайфу было. Ребята согласились на небольшую авантюру. Вытащить SX и поставить рядом со сливой. Это круто. Ребята смотрите этот момент настал. Эти две машины вместе стоят. Мои две тачки прикиньте. Блин это так круто наблюдать на самом деле. Даже не верится. Если особенно вспомнить с начала начал. Когда я начинал только с Сильвии. И то что у меня сейчас уже такой тип автопарк. SX, Lover. Ну из дрифтовых. Офигенно смотрится. С диффузором черным топ. Ребята сказали, что подписчики просили. Поэтому они не смогли отказать. Соответственно такие. Серега извини, но мы красим. Я такой ладно, ладно. Подписчики просили, значит надо. Все по их задачам выполняем. Как подписчики просят, так все выполняем. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ребят, мотайте на ус. Больше активности. Больше активности в комментариях. 125 все читают. И красят машины по заявкам. А теперь самое главное. Мы хотели цвет, чтобы был чуть. Ярче сливы, но в целом типа похож. И он получился. Он реально чуть голубее. Мы тут расследовали небольшое дельце. Руль закусывал. Увидели почему. Во-первых, резина, видите. Вся подточена. Почему она сюда прям упиралась? И здесь все расфигачено. Вот поэтому на корчах, например на SX, на Лавре, здесь все вот это переваривается. У нас слива здесь не переварена. Вот цепляет. Что мы берем? Мы берем, конечно же, кувалдочку. И поехали. Ну, сейчас с двух рук посильнее будет. Доверил работу профессионалам малярного кузовного дела. Сейчас насквозь, прикинь. И сейчас у меня педали такие скрестились там. Не, по кайфу, по кайфу. Все хорошо идет. Вот это еще может быть тут. Вот она, да, она терла. Давай эту побольше прям. Так, изучаем вторую сторону. Здесь тоже трет, здесь трет, здесь трет. Сверху пипец трет, но сверху ничего не сделаешь. Что-то, короче, походу слишком низкая машина для дрифта. Ну ладно, будем сейчас все подбивать. Точно из-за того, что низкая машина? Нет, не думаю. Нет? Точно не из-за этого. Не из-за этого? СX, что думаешь? Нет, я говорю, сплю. Он спит. СX вообще спит. Потому что там ничего. Ребят, тут на самом деле нюансов с этим выворотом. Когда у нас там все в притирку, очень много. Вот смотрим на диск. Видите, у него прям сожжан инер. Заметили, что об конштейн тормозной трубки трет. А он там металлический. Соответственно, мы его сейчас подпиливаем. Теперь мы тут по очереди малярим. Я, кстати, тоже помалярил, что мы взяли. Парни сказали, они так и красили сливу. Поэтому я им доверяю. Только синей краской. Только синей. Слушай, вообще швов не видно. В рот наделаешь. Дорого. И подтеков нет. Да, так все, чего же нет. Вот здесь резовая резина. Здесь было прям близко, да? Да, но она прям упиралась. Сколько, покажи, было? Несколько. Она прям упиралась вот так в резину. А сейчас... А, ну там вообще сейчас расстояние достойное стало. Отлично. Так, ребят. СХ приехал на базу. Вызвали эвакуатор. 125-й его тут заклеили, чтобы дождь не попал. И теперь он будет здесь стоять, чтобы Семен его посмотрел. Посмотрел план работ обязательно. И уже мы с ним договорились, что мы будем делать. Сейчас у него, к сожалению, загрузка большая, как обычно. Я вам уже говорил то, что я не знал сроки СХ, и поэтому я еще в апреле ему говорил, через пару месяцев. Потом там типа в мае я говорил еще через пару месяцев. Летом тоже было через месяц. Мы все сдвигали сроки, потому что лавр красился. Поэтому как только СХ готов, вот он приехал сюда. И поэтому мы с Семеном, я думаю, завтра, послезавтра поговорим. Поэтому несколько дней он постоит тут. И я очень бы хотел, чтобы он отсюда сразу уехал в бокс собираться. Хотя бы ставили бы мотор, прокладывали бы всякие шланги, трубки и так далее. Это было бы супер, потому что не хотелось бы, чтобы вот открашенная машина ждала чего-то непонятного. А переносить на зиму не хотелось, потому что надо вот сейчас делать, пока, так сказать, горячо. Конечно, видок мне очень нравится. Я реально доволен то, что он сюда приехал. А еще доволен то, что диффузор в черный покрасили. Смотрится круче, нежели чем все розовое. И получается, завод средневский судостроительный, вне делает на него сплиттера. Сзади будет диффузор, либо сплиттер, как это называется, не знаю в данном случае, по бокам и спереди. Это важно. Ну и, конечно же, машина будет ниже. Вы сейчас не обращайте внимания и на других дисках стопудово. Но вот его уже вид нравится мне. Ну, эти фонари Type X, я не знаю, оставить их на первое время, либо сразу продать лучше, пока живые. Но в любом случае лучше с ними пофоткаться. Это да, они крутые. Все заклеили, красавцы. Ну, Даня вообще молодец, на самом деле, старался над этой машиной. Сделано очень круто, мне нравится, капец. Не могу налюбоваться. Ребят, вы подумайте, что это следующий день, и вы будете правы. Решил я что-то до моечки съездить, так сказать. А время уже 7 утра. Скоро на тренировку вставать. Ну, короче, котнул до мойки на сливе. В принципе, машину помыл. Все, хорошо. Ностальгия. Раньше в старые добрые частенько возвращался в 6-7 утра домой. В рассвет уже, знаете, люди едут на работу, а ты только домой едешь. Сейчас буквально 2 часа сна. Или вообще спать не буду, не знаю. И уже в гоки на тренировку. Но это будет следующая серия, конечно же, потому что эта серия и так у нас состоит. Уже из 3 дней получается. Слива хорошо едет. Семен, кстати, сделал вот эти хлопки. Большой прикольная тема. Реально прикольная. Она даже с огнем пуляет. Хорошо. Это бодрит. Слива все-таки бодро поливает. Реально бодро. Ребят, на этом наш ролик подходит к концу. Спасибо большое, что его посмотрели. Строите тачки, тренируйтесь. Ну и концовочка. Ребят, в прошлых роликах, как вы помните, я рассказывал про стратегию заработка на онлайн-игре. Очень многие мне написали свои результаты. Кто-то заработал 5 тысяч, кто-то 10, кто-то 15. Очень рад, что у всех все получилось. И что видос оказался полезным. А кто еще не заработал, скорее смотрите вот это видео, пока стратегия еще работает. Кликайте сюда и смотрите ролик до самого конца. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok